Музыка Музыка А вы думали это все? Не, нифига, контента продолжать надо Наступил следующий день после драгрейсинга Занимаюсь сейчас во всю машиной Ищу причину утечки пневмы И смотрю на колесо И на мои ступичные подшипники Что с ними происходит Сейчас, снял колесо Вот такой вот износ получается После поездки в Тюмень Износ он где-то получается В миллиметра, наверное В два, в три Не очень-то приятно Учитывая то, что это совершенно новая резина А так в основном никакого жора нету Вот сейчас, допустим, я проехал уже тысячу километров На этой резине И Рисунок просто вообще весь в идеале Даже Из-за развала Никакой вот эти Полосочки износа Ничего даже не износилось Только От арки натерло И все Также еще есть Интересный момент Я не знаю Что это Может колодки Может опять подшипники приехали Но по-моему Такого быть не должно А утечка пневмы У меня происходит Скорее всего Вот из-за этого вот хомута Здесь Очень сильно он зажат И тут очень грязный Скорее всего Просто от грязи сейчас перетерло Сейчас Откушу Буду смотреть Даже видно Что в этом месте Патрубок просто был Сильно пережат Сейчас не знаю Побрызгаю Мыльной водичкой И накачаю Смотрим Ага Нашел Оказывается Он лопнул Вообще Где-то Вот там Только отчего Непонятно Это его где-то Как-то переломило Видимо попал В подвеску И все Даже шишка какая-то На него выскочила На него выскочила Даже не знаю Как лечить Таким нехитрым способом Снова закрепил Все по-человечески Чуть-чуть Тут все прибрал Чтоб не царапалось сильно И замотал все изоленты В несколько слоев В 7,5 очках Но спускает все равно До 6 Где-то так Но зато хотя бы уже держит И можно ездить Сегодня Сейчас я только что съездил По магазинам Магазин оказался закрыт По грузовикам То есть не удалось купить трубку Ну пофиг на неделю куплю Перед фестивалем Все равно все сделаем То есть это не беда Также купил Уплотнитель Гаражных ворот Сколько Тут по толщине Сейчас не скажу Вот такой толщины Где-то с палец Он как раз идет двойной Купил 5 метров На крышку багажника Также купил Шумоизоляцию Тоже в багажник Восьми миллиметровку То есть Для чего это дело Как бы вот Стандартная заводская Уплотнительная резинка Она как бы нормальная Она плюсом у меня новая И все равно Вот в этих вот местах Она пропускает воду Очень хорошо Ну и даже Через сюда Постоянно Все Мокрое Все грязно Становится Отсюда вода Капает в салон Или убежит по стойке Поэтому сейчас Хочу попробовать Аккуратно Поклеить по контуру Крышка станет меньше Уже Болтаться То есть Будет меньше шуметь А шумоизоляцию Хочу засунуть Под паркет То есть Сделать такую Прослойку Там Внизу паркета Чтобы шум От компрессора Был меньше Когда он начинает качать Ну и плюсом Обклею Эта корыта Еще дополнительно Закончил С колесом То есть Посмотрел Пневмотрубку Починил Как смог Поставил Уплотнитель Багажника Дополнительная Сейчас закрывается Прям еще плотно Не слышно Не видно Проклеил пол Как и хотел Чуть позже Покажу что получилось Ездили сейчас На автозвук На наш местный К народу неплохо Пришло Как раз Бланки Вот эти Проздавал Точнее брошюрки По поводу Фестиваля Который мы хотим провести Так что Вот сейчас Катаемся Чуть по старателю Вот Все жду Наверное Не успеем Архиз Делать к фестивалю Хотя бы Сделаем Наверное Подсветку Поменяем Ремень У двигателя И А ну поменяем Опять же трубки Потому что Сейчас пока Она заклеена Она все равно Немножко подпускает Вот Пока без этого Без сидения Так то вообще Много места сразу Как бы сидушка то есть А просто спиной Так вот посидеть Облокотиться на Распорку Прям вообще здорово Прям реально Так сидишь Два метра перед тобой В свободного пространства И сзади ничего не мешает Все красиво Все это Вот Изучаем скрипы Непонятные В багажнике Но это распорка Потому что сидений нет Дополнительно Надо будет Подзакрутить Все это дело Вот И будет Тишина полная Хороший звук Не правда Очень плотно Сейчас закрывается Приходится даже Закрывать Держать руками За обе стороны И прям Со всей силой Придавить Все это дело Все так Получилось Специально Со смещением Сюда Чтобы здесь Не было Посередине Щели Как здесь Чтобы Стараясь Зинкал Кладывать Хотя бы Чуть в сторону Сделал по всему Контуру Прям как на Иномарках Уже Как ну даже На нормальных Машинах Правда Что-то Здесь придавило Уже Ну пофиг Он тут Уже сам Улегся Как ему надо Вот Так что Даже Щели Никакой Сейчас не будут Надо было Конечно Взять чуть Поменьше Хотя бы Это сколько Это двойка Наверное Получается Надо было 0,6 Наверное Брать Ну что-то Типа того Ладно Перейдем к полу Пол Остался Неизменно Как лежал Так и лежит Но Из внутренней Стороны Я тут Проклеил Все шумкой Также Стеночки Нормально Сделал Так что Компрессор Сейчас Зимой Будет Получше Работать Не будет Так уже Остужаться Ну как Остужаться Замерзать Зимой Не будет Вот Ну и летом Тоже Там Ну не Слишком Жарко Будет Сохранять Все-таки Температуру Как в холодильнике Можно Продолжать Отвечать На ваши вопросы Которые Мне Оставили В записи Закрепленные В посту Где мы написали Что Задавайте ваши вопросы Я отвечу на них В видео И когда Собирается Определенное количество Вопросов Мы Ну выпустим Видео А в том числе Вот это Как бы Решил совмещенно И Дать такой Небольшой выпуск И в то же время Чтобы ответил На все На все Интересующие вопросы Осталось Дальше У нас По вопросам Что там У нас Семеном Семеном Была такая Ситуация То что Я оставлял Его машину Зимой На Два Месяца То есть Ну затянулось На два Месяца Ну Это как-то Все Подрастянуто Где-то Неделю Я машину Забирал Где-то На выходные Я забирал То что Все равно Нужна была Зимой Холодно Пешком Ходить Надо было Сделать Пол Поставить Собирать Сюда В нишу То есть Что собственно Не сделано И Перенести Аккумулятор Также Поменять Колонки В дверях Здесь Проклеить Передние В итоге По работе Вот было сделано То что сделано Кроме сабвуфера Остался только Один сабвуфер И там По мелочам Закрепить стекла На стеклоподъемниках Они за 18 лет Уже начали Потихоньку Отваливаться От них Ну И перестали Фиксироваться Все Также надо было Нормальный Манометр Поставить Что в итоге Я сделал Сам Ну И мы Расстались На той ноте То что Его надоело Работать с моей машиной Что Она Стояла у него Долго И из-за этого То что конденсат Долго не сливали Он там скапливается И клапана Начинать фигней страдать Его это задолбало То что у меня Аккумулятор еще был старый Еще что-то Она неохотно Заводилась Потому что И стартеры И аккумуляторы Были старые Ну все По крайней мере Работало Если бы Кстати он хотел Здесь Он бы это все сделал И вот Собственно Вот на этом Мы и расстались То что Он Ну просто отказался Мне доделать машину Вот только из-за того Что она Постоянно срабатывала Компрессор Компрессор Опять же Долго Ну тут все Именно шло от того Что она долго стояла У него То есть Она стояла долго Копился конденсат Пневма начинала Играть сама собой В итоге Это качал все Компрессор Аккумулятор старый Он высаживался И по итогу Машина не могла Зависись А еще плюсом То что старый стартер был Сейчас там Заводится на раз-два Потому что Стоит новый стартер Новый аккумулятор Да и просто лето А то что сразу Тепло все заводится И нормально Так что вот так То есть Ну конечно обидно Я не удержусь До сих пор Такой небольшой обиды То что Так долго проморозил И в итоге Ничего не сделал Доделать к нему Ехать нет Ну не знаю Как-то вроде бы В то же время И хочется В то же время Не знаю Ну если найду кого-то В городе у нас Кто сделает Тогда сделаю А так Пока не знаю Так Ладно Следующий Там вопрос Где достать Такую губу Как у меня На переднем бампере Как бы сказать Я бы дал вам Именно сайт Там два сайта Есть на котором Ну там один Производитель Просто у них Два разных сайта Стоит губа Две пятьсот Но я не хочу вам давать Потому что Во-первых Там надо Вносить По-моему Предоплату Потом ждать Как минимум Месяц Пока вам ее сделают И еще не факт Что сделают Качественно Вот как мне Вот эту губу сделали Первый раз Мне вообще ее Я сразу оплатил Она сразу мне пришла А в этот раз Мне Катя На 23 февраля Или 14 февраля Заказала губу В итоге мы прождали Месяц А она только приехала И приехала она поломанная Там трещина В одном месте Была с краю Плюс он Немножко криво обработан И А ну и сам по себе Он был очень тонким То есть Поэтому мне пришлось Его запенивать внутри А так В прошлый раз Когда заказывал Он был именно И ровный И толстый То есть Я не мог его пальцами По бокам сжать А в этот раз Он просто как фольга Мялся То есть Поэтому Не хочу вам рекомендовать Может я Когда-нибудь Когда я сейчас Доделаю крылья Я сниму матрицу С них Заодно я сниму Матрицу сплитера Есть один человек Где-то на drive 2 Он делает этот сплитер У него есть матрица Он из какого-то Другого материала Не стеклопластик Вот этот Какой-то непонятный А из какого-то Другого Стекловолкна Уже что-то Из чего-то делает Но уже там Именно без этих Натяжителей Дуг Или как они правильно Натяжители Я их все называю Либо стойки Сплитера Диффузора Как-то так Так дальше У нас Чего по вопросам Остается Будут ли еще Какие-нибудь проекты Либо только Спаржа форева Спаржа форева В любом случае Это однозначно Также у меня есть На зиму Сейчас вот только Сообразилось Прям интересные Две темы Вот именно Два новых проекта На зиму Вы представьте Два новых проекта Этот проект Еще два новых проекта Будут Именно по стенцу Связан Ну как бы Сразу скажу наперед Это будет связано С дрифтом Понятное дело Хочу попробовать Будем учиться с нуля Ну этому я так Внимание много Уделять не буду Потому что Во-первых Дрифта Без меня как говна Полно на ютюбе И опять же Повторяется за все минут Ну такое Второе Проекты Вам я не буду Рассказывать И вы увидите Потом все сами И что будет Ну еще один проект Вот тоже Потом только все узнаете Это пока в планах Также хочу напомнить Ну вот То есть Будут Два новых проекта Будет спаржа И будет два новых проекта Так что ждите Подписывайтесь И друганов зовите Также вот еще Хочу сказать То что я делаю Вот все вот это Делаю спаржу Делаю наклейки Вот именно все проекты Все за работу Отдаю Из собственного кармана То есть я сижу Целыми днями на работе Зарабатываю деньги И именно все деньги Уходят на машину Либо на какие-то Вот проекты Наклейки На инстаграм На группу вконтакте И просто на всех знакомых Которых я указываю Ну все Ставьте лук И ждите следующего видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok